Соревнования по автозвуку Бросок с трех шагов, прыжки, штрафной или крюк – все это лишь некоторые обозначения техник забрасывания баскетбольного мяча в корзину. А за этой зрелищной игры воспитанникам детских садов показал баскетбольный клуб «Атом» в рамках проекта «Гулливер». Рядом тренировались юные футболисты. Сыграть с мячом можно было и среди гигантских надувных фигур. Спорта на дне молодежи было много. Каждый гость праздника мог найти себе что-нибудь по душе. У центральных ворот и кара для соревчан приготовили силовое шоу. Поддержать, посмотреть, полюбопытствовать. Данное мероприятие придумано мной в рамках социального проекта «Добрыня». Веду его в нашем городе 2013 года. Конечно, он не настолько популярный, но все, что мы можем делать собственными силами, людьми, которые неравнодушны. Мы пытаемся это делать. Равновесие на балансборде, приседания на одной ноге с гирями разного веса. Труги на грани человеческих возможностей продемонстрировал Александр Логинов. Особо зрителей впечатлил момент со сгибанием прута вокруг шеи. За каждым упражнением, выполненным с легкостью, как может показаться на первый взгляд, сотни часов кропотливой работы и изнурительных тренировок. Рядом с трех часов состязались и сами соровчане, но не в ловкости, а громкости и качестве звука своих авто. Техника устроила хорошую дискотеку. Замеры продолжались на протяжении нескольких часов. Лучших из лучших выбрать было непросто. И будут соревнования на умелое управление своей аудиосистемой. То есть нужно показать определенные цифры на датчике. То есть вот на мониторе цифру нужно определенные показатели. И тогда кто как можно ближе приблизился к ней, тот выиграл. Плавные, легкие, изящные движения. Прекрасный и завораживающий танец. А чарули родом из Аджарии, одной из областей Грузии. Основные движения танца смогли выучить и гости праздника. С 17 часов на главной сцене стартовал танцевальный марафон. Принять в нем участие мог любой желающий. Мы срабатывались по танцам, и это безумно интересно, даже когда занимаешься ими полжизни. Особенно по новым направлениям много интересного можно знать, много вещей не можно найти, раскрепостить себя. Даже в такой толпе можно красиво выступать. Конечно, безусловно, они интересны. Чаще всего педагоги, которые дают мастер-класс, они выбирают простые движения, чтобы каждый мог выполнить их. Я думаю, что для каждого это тоже интересно. Не обошлось на праздники и без добрых тел. Здесь провели благотворительный марафон «Город единства непохожих». В нашем городе его реализуют на протяжении 16 лет. Его цель – оказание адресной поддержки молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Такие марафоны, безусловно, они нужны. Они помогают проникнуться той проблематикой, которая в обществе, к сожалению, существует. Ну и, что самое важное, помогает помочь тем детям, которые действительно в этом нуждаются, в той или иной форме. В том числе, как сегодня, приобретением тренажеров либо спортивного инвентаря. Все вырученные от марафона средства направили на приобретение тренажеров инвалиду детства с нарушением опорно-двигательного аппарата Никите Сидоренко и спортсменам-бадминтонистам с нарушением слуха. В рамках марафона провели традиционный благотворительный футбольный матч. На поле встретились команды органов местного самоуправления «Ирфят» внеев. Первый тайм вела команда органов местного самоуправления со счетом 4-1. Но во втором тайме команда ядерного центра, безусловно, сумели они собраться. И забили нам три гола, соответственно, окончательный счет 4-4, то есть победила дружба. Также в рамках марафона провели благотворительную лотерею и ярмарку добра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это официальные соревнования, включенные в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий региона. Первое место среди женщин завоевала соровчанка Светлана Кузьменко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северная ходьба – относительно новый вид спорта. Раньше это была всего лишь летняя тренировка для лыжников. Теперь северную, или, как ее еще называют, скандинавскую ходьбу, включили во Всероссийский реестр, как дисциплину, которая относится к такому виду спорта, как спортивный туризм. Главное отличие северной ходьбы от обычных пеших прогулок – это работа не только ног, но и верхней части тела – мышц рук, спины, живота и шеи. Улучшается кровообращение мозга, ну и вообще включается в работу большее количество мышц. Если правильно идешь, то до 90% мышц тела включаются в работу при северной ходьбе. Соответственно, она имеет, скажем так, коэффициент полезного действия больше, чем обычная ходьба. Примерно процентов на 40. Заблуждаются те, кто считает северную ходьбу просто прогулкой с палками. Самое главное в этом виде спорта – правильная техника. Руки отводятся назад с большой амплитудой, выталкивая тело вперед, а палки ставятся на землю под острым углом. Только тогда северная ходьба принесет пользу, даст нагрузку на тело и не нанесет вреда. Также важно выбрать и правильный инвентарь. У палок для северной ходьбы должна быть темляк-перчатка, который застегивается на кисти. Прежде чем самостоятельно осваивать северную ходьбу, специалисты рекомендуют взять несколько уроков у инструктора. Вообще это очень доступный и общедоступный вид. И я проводила мастер-классы с пожилыми людьми, и когда объясняешь, как правильно ходить и почему правильно ходить, когда проводишь подводящие упражнения, то любой человек в состоянии освоить северную ходьбу. В 2019 году Светлана Кузьменко прошла курсы инструкторов по северной ходьбе, а потом спортсменка продолжила самостоятельно совершенствовать технику. В Дзержинске на чемпионате Нижегородской области по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба» Светлана Александровна стала победительницей среди женщин. Соревнования в этот раз у нас проходили на дистанции третьего класса. Протяженность от 5 километров, в данном случае было 5,5 километров, ну и перепад высот от 10 до 50 метров в этом классе. В прошлом году я участвовала в первом чемпионате Нижегородской области. Он проходил в городе Арзамасе на лыжной базе Снежинка. Тоже была достаточно сложная дистанция, даже побольше подъемов. Там я тоже заняла первое место. В июле в республике Мариэл пройдет первый чемпионат России по северной ходьбе. И Светлана Кузьменко теперь планирует защитить честь Сарова на всероссийском уровне. Воспитанницам военно-патриотического отряда «Барс» Бакановой Анжелики и Борисовой Ирине на главной сцене выпускного вечера на площади города вручили знаки юноармейской доблести третьей степени юношеского движения «Юнармия». На протяжении последних четырех лет девушки становились победителями и призерами в соревнованиях и конкурсах различных уровней, включая всероссийские и региональные. Ирина Борисова занимается в военно-спортивном отряде «Барс» три года. За ее плечами многочисленные соревнования и смотры городского и регионального уровня. Нижегородская зорница – всероссийский конкурс «Делай, как я». Эти три года для выпускницы были насыщенными на события и дали хорошие жизненные уроки. Самое главное, что мне эти три года дали, это понимание структуры и военных сил, и в целом понимание того, что я хотела бы связать с этим жизнь. Также «Барс» меня научил стойкости, выносливости, подтянул мою физическую подготовку. Ну и, разумеется, наверное, я нашла здесь много друзей, много знакомых, и это невероятный опыт. Детско-юношеское движение «Юнармия» образовалось в 2016 году с целью патриотического воспитания молодого поколения и обучения школьников основам армейского дела. Юные члены «Юнармии» участвуют в военно-патриотических смотрах, всероссийских олимпиадах и спортивных состязаниях. С ранних лет юнармейцы учатся действовать в чрезвычайных ситуациях в рамках военной подготовки. Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» ребята получают за личное мужество, выдающиеся достижения в конкурсах, особые успехи и активность. Знаки юнармейской доблести бывают трех типов – это 1, 2, 3 степени, соответственно, золотой, серебряный и бронзовый. Наши знаки бронзовые, они выдаются за награды и за какие-то героические поступки. Конкретно нам знаки выдали за всероссийский конкурс «Делай, как я», а также за многочисленные успехи в отряде. О том, что им присудили знаки юнармейской доблести 3 степени, Ирина Борисова и Анжелика Баканова, знали еще с декабря. Но для девочек стало сюрпризом, когда на главной сцене во время выпускного вечера на площади Ленина им торжественно вручили награды юнармии. Анжелика Баканова за 4 года членства в Барсе также внесла свой весомый вклад в юношеское патриотическое движение как на уровне города, так и на уровне страны. Победители дивизионного этапа, муниципального этапа, финалисты областного этапа, Нижегородской зорницы, победители многих смотров конкурсов, почетных караулов и так далее. Теперь в копилке военно-патриотического отряда «Барс» три медали юнармейской доблести. Ранее отличительный знак получила Мария Головина. Поздравляем талантливых выпускниц «Барса» с заслуженными наградами и желаем успехов в дальнейшей учебе и новых побед. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА